добрый день друзья тут недавно были опубликованы уникальные какие-то съемки ну как уникальные те публикации те публикующие издания которые их представляли вашему вниманию говорили что это уникальное что-то такое какое-то явление давайте разберем эти явления они касаются знаете чего световых столбов которые были запечатлены фотографами на определенных каких-то местностях в городах деревнях на каких-то других просторах одно из этих явлений который был распиарено даже центральными нашими изданиями российскими она состоялась 3 или 4 января 2024 года столбы действительно поднимаются световые столбы поднимается от каждого источника почти от каждого источника который расположен на съемочном обозреваемом пространстве земли и вот эти вот столбы идут высоко вверх я не знаю как их объясняют эти самые наши с вами ученые я попробую за них их словами объяснить это явление но самое интересное то что это событие не уникально не уникально и с чем оно связано я до сих пор тоже не очень-то и знаю дело в том что визуально люди видели эти события что эти столбы действительно шли а потом уже попали эти события которые они снимали они попали уже на камеру то есть можно говорить о том что это не дефект съемки и не специальная какая-то съемочная постановка за счет каких-то фильтров или каких-то явлений которые были организованы самой камерой это было визуально видно и вооруженным и не вооруженным глазом поэтому здесь достоверность не вооруженного восприятия и телевизионного восприятия они друг другу соответствует что же касается уникальности этого события то она последние ну скажем так месяцы или годы она не уникально я уверен что многие из вас вспомнят и из своей практике что да действительно такое явление было и в их жизни может быть кто-то из вас видел эти публикации у кого-то другого в новостях еще где-то поэтому я говорю что это не уникальное событие но мы как-то пока мимо него проходим в организованном марше не замечая его потому что психологически мы к нему не особо готовы тем не менее в декабре минувшего 2023 года такое же явление мне присылали эти фотографии в санкт-петербурге насколько я помню было тоже запечатлено вот то явление которое состоялось в январе оно было территории московской области а декабрьское явление оно было на территории санкт-петербурга и его окрестностей и вот тут конечно во первых совпадение такое очень сильное этих самых явлений столбы световые и там и здесь но разница вот в этот месяц она показывает включая и географию показывает что это явление не какое-то местное не кто-то здесь что-то подделывал а это явление оно присуще разным территориям россии причем в таком смысле что у нас здесь средней широты как бы с одной физиологии физикой а там северные широты санкт-петербург и там другая физика физиологии небес скорее всего даже вот физиология небес она больше подходит в данном термине чем физика обычно теперь как трактуют это физики я честно вам говорю не читал их трактовок ну предполагая что они рассказывают что-то типа того что зима январь декабрь и поэтому кристаллики льда в морозные какие-то ночи как-то формируют какую-то свою столбовую структуру и по ней они как волноводы проводят куда-то свет туда наверх или как-то еще по-другому но что-то вот типа этого потому что другого объяснения в принципе с точки зрения науки даже я не могу придумать может быть есть какое-то я не знаю может быть кто-нибудь сверху с небес какие-то волноводы пускает и по ним действительно свет забирается на небеса чтобы потом превратиться в какие-то звезды представляете вот каждый наш фонарь обычный который на столбе висит и светит он ночью незаметненько по этому волноводу забирается и потом на небосклоне мы получаем какую-то такую новую звезду это конечно шутка но если мы с вами вспомним недавние проблемы где-то пара лет давности я вам тоже делал ролик на эту тему когда западные германские официальные астрономы признались о том что они подделывают звезды на небосклоне и когда после этого официального признания с неба пропало чуть ли не 20-30 процентов я условно конечно говорю звезд и когда фбр закрыл несколько обсерваторий уже в америке после этого и арестовал многих астрономов после этого то вот после такого скандала уже как-то говорить о том что у нас на небе звезды сами по себе там как-то светят и вращаются я уже как-то не берусь потому что явно там какая-то фальсификация идет ну вот поэтому я и говорю вам такую смешную версию что наши с вами фонари лампочки забирать туда по этим световым столбам на небо становится звездами на самом деле я не знаю как объяснить это явление если она наблюдается глазами то видимо какие-то условия для этого существует если бы это была просто аппаратура я сказал бы что это изменение в камере какие-то но мало ли там программное обеспечение в камере поменяли еще что-то но как-то короче изменили визуальность реальности и вот получили такую смешную картинку но видите на картинках она эта реальность она вовсе не смешная она какая-то очень странная причем световые столбы идут от всех ярких источников света и идут прямыми параллельными линиями вверх некоторые из этих линий фрагментными проявляется на небе видимо какая-то структура небо как-то она с этим завязаны я уж даже не знаю может быть где-то есть эти кристаллики льда где-то нет вот так слоями послойно это как-то дальше вот проникает туда наверх но вообще вот эти источники фонарные в виде столбов света туда наверх они становятся при таком подходе когда мы фиксируем свет их туда наверх они становятся похожими на лазеры из сегодня в земных свойствах которые мы можем с вами сделать сами вот руками нашими и возможностями мы можем все это реализовать только на условии лазерного света когда у нас есть источник когерентного излучения светового он светит буквально не расширяющимся каким-то столбом туда наверх и вот тогда при такой организации светового потока мы можем получить такие световые столбы по крайней мире такая ситуация создана там на месте падение башен близнецов нью-йорке где поставлено в виде памятника несколько таких прожекторов которые образованы таким образом свечением своими что они туда светят вверх строго параллельно двумя такими пучками и образуют вот эти самые подобные лазеру световые столбы это мы с вами видим и когда там туманы приходят или как-то по-другому атмосфера проявляется то вот этот свет мощного когерентного то есть равнозначного равнонаправленного свечения он этот когерентный столб два столба они проявляются вот в этой атмосфере на молекулах тумана там на другой какой-то воздушной взвеси но мы же знаем что наши с вами столбы которые в деревнях и в городах светят они вовсе не когерентные источники это не лазеры какие-то они светят во все стороны поэтому здесь получается очень странное явление она просто не может образовать какой-то столб над собой в выделенном вот этом самом желобе и только по нему пускать свет просто не может такого сделать почему да потому что да потому что чтобы сделать такой желоб от сферического источника света излучения нужно вот таким образом этот желоб переделать чтобы только по нему только в его вот в этом желобе моменте происходили определенные физические перестройки материи которые становятся исключительным пропуском для того самого сферического света надеюсь я доступно объяснил потому что но сложно это объяснить но я пытаюсь так вот получается что каким-то образом переделана наша атмосфера под то чтобы с каждого источника сферического излучения брать только одну составляющую его вот этого столбового характера то есть такое ощущение что к нашему световому источнику к обычному фонарному столбу и другим источником яркого света кто-то подключился специально вот таким образом как например вот торнадо допустим есть торнадо которые атмосферу подключать к земле для того чтобы поднять земли какие-то тяжелые предметы и унести их в воздух и вот торнадо но вот такое закрученное в виде какого-то такого желоба определенной формы но можно сказать что это тоже столбы такого торнадо ветрового атмосферного и здесь похоже что если это явление реально существует вот в таком виде какое мы с вами наблюдаем на фотографиях то это явление может быть образовано как раз закручиванием этого света который сверху спускается в виде такого светового туннеля и уже по нему уходит часть света от сферического источника освещения это возможно возможно мы с вами видели такие вещи как например солнце какой-то космический корабль питается вот этой самой световой энергии вытягивает ее тоже по определенному хоботку эти кадры давно известны я вам их поставлю для того чтобы обновить вашу память здесь есть определенные параллели ну и еще одну параллель я вам тоже скажу дело в том что по моей гипотезе и она сейчас уже поддерживается многими я даже слышал недавно в ченнелинге об этом сказали наши человеческие люди живые и мертвые и роботы о которых тоже в ченнелингах уже говорят кстати не знаю вот мое предложение такое если хотите напишите в комментариях я вам тогда сделаю небольшие сравнение своих ранних выступлениях и вот того как в ченнелингах современных вот недавних буквально подтверждаются мои выкладки относительно например роботов на земле относительно более интересных таких моментов которые я вам освещал еще года три четыре пять тому назад казалось это невозможным а сейчас практически в каждом ченнелинге говорят одно и то же подтверждая с точностью до года до всевозможных других более точных моментов моих же версий я думаю что если вы поддержите меня в комментариях я сделаю вам такие фильмы я думаю что они будут интересны и для вас и даже для тех кто выпускает эти ченнелинги как бы подтверждение таких корреляций которые видите между нами возникают так вот в этом случае в этом случае я вам уже говорил что все люди живущие на земле они своими условными головами вот теми потоками которыми они испускают из себя электрический сигнал электромагнитное освещение низких температур ну допустим 300 кельвинов вот температура нашего тела с небольшим 300 небольшим кельвинов так вот мы этим излучением подвязаны к высшему игрекуру которого многие из нас называют богом другие более реальные называют солнцем и мы накачиваем солнце как электромагнитный объект и тут нам нужно понять что вот к этому солнцу мы отдаем свою свою электромагнитную энергию и если бы у нас были способы фиксирования этого потока который от человека уходит в солнце мы бы с вами видели как раз то что от каждого человека уходит в солнце такой луч которым мы как бы подвязаны к этому источнику света то что солнце светит это уже переизлучение этого нашего энергетического потенциала и то что инопланетяне уже и солнце питаются это мы как бы туда как капельки дождя все свое энергетическое сбрасываю в это солнце а уже те монстры которые из него пьют нашу энергию они вот таким образом из него и и пьют но дело в том что и наша энергия которая идет через солнце и потом солнцем же распыляется на нашу с вами реальность она дает нам вторичную электромагнитную энергию которую мы получаем из различных гидроэлектростанций других объектов которые генерируют электричество и вот этот круговорот электричества он в результате и существует а поскольку раньше человек был единственным электромагнитным источником то вот эти линии столбы этой связи были только от человека туда в солнце а сейчас же мы свою жизнь разукрасили электромагнитным освещением и я думаю что те самые монстры инопланетные я конечно в кавычках сейчас говорю о них они уже собирают не только нашу электромагнитную энергию но вот и такую энергию которую испускают вторичные источники электромагнетизма а это световая энергия и энергия от различных больших каких-то объектов которые испускают ее большую часть испускаемой энергии фотонного плана она конечно привязана к источникам света которыми и являются те самые фонари которые показаны на этих самых фотографиях поэтому может быть это объяснение мое более правильным сейчас является а может быть нет вот подумайте над этим и давайте последним за ситуацией может быть эти явления столбов световых будут продлеваться и в будущем если будет такое мы еще раз вернемся к этой теме пошире и и рассмотрим что мы еще раз вернемся к этой теме